Здесь две версии, то ли Путин не подготовился к этой речи, что маловероятно, все-таки это значимая для него дата, и обычно он как-то, все-таки даже говорят, правит свои речи до последнего. Либо он оговорился действительно, но в любом случае тогда в голове у него находилась вот эта версия, что народ был один. Это как бы такая оговорка не по Фрейду, но по Марксу, что ли. Либо он это сделал сознательно, то есть как бы правил речь по ходу ее произнесения, вместо «един» сказал «один». Произнес он это дважды, наш народ был один на своем пути к победе. Возможно, то, что он дважды это произнес, говорит о том, что он немножко не разглядел слово «един». Символизм все равно в этом есть, и все равно, значит, в голове это как-то крутилось, ну, сказанного не вернешь. Теперь все обсуждают только одно, что Путин не упомянул союзников, Путин не знает истории или не хочет ее знать. И, собственно, единственный вывод, который можно из этого сделать – говорился, не говорился. Может, он, конечно, уже в Леонида Лича превратился, который читал «Олимпийские кольца» в соответствии с известным анекдотом ООО. Но вроде он такой еще бодрый мужчина, и поэтому предполагается, что он, так сказать, в сознании все это произносил. Если он произносил это в сознании, ну, это одно из, так сказать, самых значительных в последнее время переписываний истории, в чем он любит обвинять Запад. Пафос речи – это как бы такое вот, как в одиночество того народа, который себе вообразил Путин в своем сознании. Поэтому, собственно, даже и не важно, один или един, там было, так сказать, написано, произнесено, то, что сознательно в этой речи не упоминали союзники. Да, собственно, и само празднование 9 мая опять было чрезвычайно странным. Потом, раньше мы могли говорить о том, что небольшое количество гостей приезжало, потом совсем небольшое, потом приезжал президент Молдовы, теперь появился восточный сатрап таджикский. Ну, этого как бы явно недостаточно, чтобы отмечать День Победы, и чтобы благодаря этому гостю праздник обрел какое-то международное значение. Или хотя бы напоминание о том, что это была совместная победа народов Советского Союза, а не только Россию вообще говоря. Мало того, что впечатление было, что Путин победил в войне. Ну, это так всегда бывает. Победа – это Путин, Путин – это победа. Но и, собственно, Россия победила в войне. Между тем, в войне победил Советский Союз. И советский народ – это не только российский народ. Это множество других народов, включая тот же самый, допустим, украинский народ. В его речи есть еще такие фразы. Я сейчас процитирую. «Нет прощения тем, кто вновь строит агрессивные планы». Он также говорит, снова цитирую, «о сборищах недобитых карателей и тех, кто одержим идеей исключительности в зарубежных странах». Сегодня, кстати, по этому поводу спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Тот ответил, что речь идет об Украине и странах Балтии. Ну, а зачем Кремль это говорит? Зачем идет на такую эскалацию? Ну, Кремль давно уже идет на эскалацию. В этом нет ничего нового. И Кремль борется с воображаемой осью зла. В эту осью зла входит как раз страны Балтии и Украина. Имеется в виду, вероятно, да, то есть, ну, все время приходится разъяснять, что имел в виду Путин, потому что не всегда понятно, кто именно, что делает, кто переписывает историю, кто бывший каратель. Но бывшие каратели, как и ветеранов, собственно, с нашей стороны, осталось не так много в живых, судя по всему. И, не знаю, эти сборища, на самом деле, наверное, где-то там происходит, но придавать им всемирно-историческое значение, которое позволяет говорить о том, что кто-то строит агрессивные планы против России, ну, это просто сильное преувеличение. Но оно вкладывается в концепцию осажденной крепости, которую тщательно выстраивает Путин. На нас все время кто-то нападает, в том числе строятся какие-то агрессивные планы. Я сегодня, когда готовился к нашему с вами разговору, прочитал тоже довольно много разных комментариев. Вот один комментарий, который мне запомнился очень так явно, что из речи Путина можно сделать вывод, что Россия готовится к войне. Как вам кажется? Да, практически из любой такого рода, как бы, дилогизированной речью Путина можно сделать такой вывод. Дело в том, что та концепция, как бы, истории, которая принята Путиным, это, как бы, концепция советско-историографическая. Советский Союз – это страна, которая постоянно готовилась к войне. Ну и раз мы наследники вот этой историографической концепции, то Путин ее, собственно, и придерживается. У нас по Красной площади чеканили шаг не совсем юные граждане Российской Федерации. Те люди, которых нужно было бы готовить к мирной жизни, но ими гордятся. Я имею в виду юнармия. Это же кошмар какой-то, если в государстве готовятся добровольные вот такие вот вооруженные формирования. Это говорит о милитаристском сознании, о готовности все время воевать, выдумывать себе войны, выдумывать себе врагов, экспортировать страх до бесконечности, пугать собой весь мир, готовить кибервойска фактически. Сколько, думаю, что вполне молодых людей заняты не производительным трудом, а взламыванием разнообразных ведомств Соединенных Штатов Америки и Европы. Это и есть состояние такое предвоенное, перманентное предвоенное состояние. Хотите быть в курсе последних новостей? Смотрите настоящее время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...